Общественники обеспокоены поправками к Конституции Республики Дагестан. Особую тревогу у многих вызывает вопрос территориальной целостности региона, за которую, согласно изменениям, больше не будет отвечать глава республики. Депутаты и чиновники говорят, что беспокоиться не о чем. Журналисты и эксперты в этом не совсем уверены. Более подробно о заседании Общественной палаты расскажут наши корреспонденты. Общественники и за и против поправок Конституции Республики Дагестан. Напомним, законопроект пока принят в первом чтении депутатами Народного собрания. Участники дискуссии разошлись во мнениях. Большинство экспертов убеждены, что обсуждать изменения надо было до, а не после. Мы дополним свои поправки новыми аргументациями. Вот, пожалуйста, дайте, несите. Мы это сделаем, если вы согласны, мы вместе поработаем. Если нет такой установки, вместе работать, это уже другое дело. Но я вижу, что у вас есть такая установка, есть такая... Я ни с кем не разговаривал. Я вам честно говорю, никто со мной не говорил. Мероприятие почему-то проигнорировал полпредглавы в Народном собрании Нюссред Омаров. Он, как выяснилось, тоже был приглашен. Заместителю министра юстиции пришлось держать ответ. И за себя, и за тех, кто не пришел. Поправка, она носит скорее технический характер. Потому что, ну, вы же сами понимаете, у нас все-таки Российская Федерация – это единое государство. И в Российской Федерации, и президент Российской Федерации об этом неоднократно говорил, должно обеспечиваться единое правовое пространство. Единое правовое пространство предполагает, что иерархия правовых норм, она выдерживается. И если вопрос уже урегулирован и реально отнесен к компетенции федеральных органов государственной власти, у субъектов такие положения в законодательстве содержаться не должны. Получасовой правовой ликбез Сергея Караченцева прервал не меньше знающий про законы Расул Кадиев. Юрист обратил внимание на то, что органы власти не направили в общественную палату надлежащего ответчика. И более того, не представили, как положено делать в таких случаях свои аргументы в документальном виде. По сути, Кадиев корректно обнулил выступление чиновника. Вы же с самого начала нам здесь все объяснили. Закон на конституции чей? Чей закон? Это ваш закон, чиновников. Это не граждан. Вы сами его придумывали, вы с экспертов не советовались, вы с людьми не советовались. Вы его сюда даже не принесли. Все, что вы сейчас говорите, в пояснительной записке нет. Нет, точно. Председатель же общественной палаты, надо отдать ему должное, не отпускал ни дискуссии. Вовремя прервал острую полемику и возвращал всех к сути вопроса, который звучал примерно следующим образом. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Однако нашлись и те, кто выразил несогласие с такой формой проведения дискуссии. Вы не осуществляли эти банды. Если хотите, я вас решаю слово. Вы решили общественных наблюдателей готовить. Я вас решаю слово. Я вам не даю слово. Вы не имеете права у меня. Вы сейчас правы. Я имею права. Я не буду шести. Да? Вы не подойдете. Хорошо. Значит, я вас решаю слово. Мы не тот орган, который принимает решения. Мы не тот орган, который отклоняет или же поддерживает. Ну, даже вот мы тот орган, после нашего обсуждения, мы с учетом высказанного мнения, мы здесь голосовать не голосуем, ничего не принимаем, но с учетом общественного мнения даем рекомендации тому же народному собранию. Чтобы они учли при обсуждении этой проблемы во втором чтении, учли мнение той аудитории, которая обсуждала и высказывала вот это мнение. Вопрос территориальной целостности региона в зоне ответственности федерального центра. Это, пожалуй, был единственный железный аргумент сторонников принятия поправок. До принятия законопроекта во втором чтении есть еще время. Будут ли до этого учтены замечания и пожелания экспертного сообщества, узнаем не скоро. Депутаты, которые хочется верить не меньше, общественников беспокоятся за судьбу Дагестана, сейчас на летних каникулах. Лориана Шимхалаева, Арсен Набиев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала.